Александр Решмедилов, политический эксперт, и Олег Устенко, экономист, президент Гарвардского клуба Украины. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Олег, объясните вы вначале, вот почему такое несоответствие по выполнению бюджета у Минфина и счетной палаты? Кто из них, грубо говоря, врет? И если есть недовыполнение все-таки бюджета, могут ли его насколько серьезно не добрать и придется ли из-за этого урезать какие-то выплаты? Я бы вот что сказал, они оперируют разными понятиями бюджетными. У нас ведь бюджет складывается с одной стороны то, что относится к государственному бюджету, а есть еще большее, когда вы включаете в государственный бюджет еще местные бюджеты, дефицит пенсионного фонда, который финансируется. И поэтому, если мы говорим в целом о публичных финансах Украины, то там ситуация крайне сложная, и там действительно идет недовыполнение, там большой дефицит. К слову сказать, прогнозированный дефицит в этот год должен был составить 3 миллиарда долларов. Скорее всего, он будет находиться у отметки около 4 миллиардов долларов. Понятно, что если есть дефицит государственных финансов, это все равно бюджет или финансов в данном случае, есть дефицит государственных финансов, его надо как-то перекрывать. Как ты его перекроешь, кроме как заимствование? У тебя есть еще возможность инфляции. Инфляция это не вариант для большей части развитых стран, надеюсь, что для нас тоже. Поэтому ты должен увеличивать заимствование. Заимствование увеличивать всегда плохо, потому что ты увеличиваешь так называемую долговую нагрузку. Вот уже в этом году мы тратим 5% нашего валового внутреннего продукта. То есть одну двадцатую часть всего того, чего мы заработали в этом году, мы должны истратить просто на выплату процентов. Не тело кредит, а вот просто проценты отдавать. Но если есть дефицит, значит ты его накапливаешь, и тебе надо больше занимать. Что в общем и пытается делать сейчас Минфин. Но проблема в том, что когда ты ненадежный заемщик, а Украина ненадежный заемщик. Особенно тебе с деньгами не приходят. И поэтому, если бы была возможность не работать с Международным валютным фондом, я вас просто уверяю, Украина давно бы хлопнула дверью, вышла бы на внешние рынки заимствования капитала и одалживала бы там сама. Но проблема в том, что Украине не дадут деньги дешевле, чем по 9%, а скорее всего отметка будет около 10%. 10% это колоссальная величина, под которую ты должен тогда брать долги. Вот поэтому это и все равно требования фонда, подходим к тому, выполнять нужно. И бюджет следующего года нужно все-таки писать практически про диктовку Международного валютного фонда. Теперь давайте вот о бюджете следующего года. Вам не кажется, что он будет слишком жестким? Я бы даже сказал жестоким. Повышение уровня зарплат не предвидится особенного. Социальные стандарты тоже как-то о них мало вспоминают. Он действительно таким и будет? Или все-таки депутаты пойдут на... Ну, я предполагаю, тут есть много таких вот играющих групп. Понятно, что с точки зрения правильной экономики, ты должен пытаться находиться и жить по карману. В реальности ты не можешь это сделать. У тебя есть огромное количество депутатов, у которых бушует популизм в голове. Кто больше предложит, кто как предложит, как можно какие-то фантастические пути найти деньги в доходную часть государственного бюджета. И дефицит будут пытаться расширить. С одной стороны. С другой стороны, есть Гройсман, который играет с Международным валютным фондом. А Международный валютный фонд говорит о том, что дефицит должен находиться в границах около, опять-таки, трех миллиардов долларов. Не больше дефицит. Это значит, что все равно надо занимать, все равно надо увеличивать долговую нагрузку, но вот три миллиарда не больше. И поэтому вот между ними будет проходить борьба. Но если не продолжить, на мой взгляд, если не продолжить сотрудничество с фондом, то откуда можно будет взять финансирование внешнее? Без внешнего финансирования, без закачки валюты в страну, все равно каким способом, без закачки валюты в страну денег хватит на очень мало. Четыре месяца подряд снижаются золотовалютные резервы Национального банка страны. Они находятся на уровне двух месяцев покрытия импорта. Три месяца считается уже очень опасным сигналом. Два месяца заставляет не просто нервничать, а паниковать кредиторов. Кредиторы все менее охотные будут в том, чтобы одалживать деньги. Поэтому фактически и выбора-то нет. Гройсман загнан в угол. Либо он продолжает сотрудничать с МВФ и как-то попытается накачать финансами экономику. Либо тогда можно идти до марта. Понимаете, Олег, здесь нужно учитывать то, что депутаты загнаны в другой угол. И нам это, я думаю, подтвердит Александр. Александр, вот вам не кажется, что Верховная Рада не проголосует в конечном итоге за вот такой жесткий вариант бюджета? Впереди предвыборный год. Кто из них захочет объезжать своих избирателей? Я думаю, что наоборот как раз проголосуют, потому что иначе у нас вариантов немного. Мы будем жить по действующему бюджету, который тоже не особо-то сильно там социально ориентированный. Он достаточно тоже был жестким. Вспоминайте баталии, когда принимался 18-й год. Мы говорили приблизительно то же самое. Олег сказал о том, что Украина является очень таким ненадежным заемщиком. Это правда, потому что был свежий отчет МВФ и по данным МВФ Украина признана в октябре самой бедной страной Европы. Нас обогнала даже Молдова. Соответственно, ну кто даст денег, да, или в каких размерах, или под какие проценты. Понятно, что условия будут очень тяжелые, руки будут выкручивать. Это и продолжается, мы это наблюдаем. Но у депутатов тоже вариантов не особо много. Оставить государство без бюджета или оставить его, скажем так, между чтениями попытаться в бюджет как-то подкорректировать, но слишком долго готовят бюджет. И в принципе его немножко даже с опережением подготовили именно исходя из того, что идут переговорные процессы с МВФ. Поэтому под указку, под, скажем, диктовку пишется, согласно тому, что будет готов принять МВФ. Но это говорит о том, что социальный блок будет урезаться. Олег говорил о том, что 5% ВВП идет на погашение просто процентов, но еще 5% идет на силовой блок. И напомню, что не на армию, а именно на силовые структуры, в основном выстраивая полицейское государство. Соответственно, люди будут зажаты, будут в страхе, но при этом вот такими мерами будут приниматься непопулярные бюджеты. Ну, тут вопрос, насколько сильный будет этот страх. Вот вы как бы прокомментировали, к чему, прогноз можете дать, к чему может привести реализация вот настолько жестких требований по газу? Не грозят ли нам, ну, грубо говоря, акции протеста? Акции протеста нам могут грозить. Но, с другой стороны, посмотрите, что говорит нефть и газ. В вашем сюжете очень много тоже было уделено внимания. Они стараются, скажем так, даже в такой сложной ситуации найти для себя выгоду. Создаются три дочерние предприятия, ТОВКи, так называемые, по газу, которые будут еще закладывать свою баржу для потребителей, для теплокоммунэнерго, для промышленности. И все это в целом будет позволять опять создавать некую, скажем так, прослойку финансовую. При этом совершенно не закладываются деньги на амортизацию системы. То есть, скажем так, нефтегаз будет получать себе очередные закладывать премии и себя не обижать любимых. А все остальные, теплокоммунэнерго, облгазы, все будут опять находиться в тяжелейшем состоянии. Ну и потребитель, конечно же. В конечном счете пострадает все равно украинец. Он будет видеть безумные платежки, будет вынужден отдавать львиную часть своих доходов как раз на погашение тарифов. И это говорит о том, что тарифные, не знаю, противостояния, недовольства могут повышаться. Но все равно, если посмотреть последние социологии, уровень недовольства или протестное настроение в обществе, кстати, невысоки. То есть, взрывоопасность ситуации есть, но пока не критична. Спасибо за эти ответы. Вы знаете, что обидно? Как всегда, как только эксперты умные и с ними интересно говорить, время для разговора пролетает незаметно. Мы его уже, к сожалению, выбрали практически все. Александр Аришмедилов, политический эксперт. Олег Устенко, президент Гарвардского клуба в Украине, были моими гостями.